Шверин – небольшой городок на севере Германии. Город славится большим количеством водоемов, но всемирную популярность получил благодаря Шверинскому замку. Еще в первом столетии до нашей эры на землях нынешнего Шверина, был построен форт, в котором на протяжении семи веков проживали германцы. После вторжения славянских племен шли длительные войны, и только в 12-м столетии германцы основали город Шверин. Прошли столетия, и город стал культурным центром Мекленбурга. Замок, от которого сегодня захватывает дух, был построен в середине 19-го столетия, на месте старого форта. Самые красивые замки Германии известный зодчий Георг Адольф Деммиллер, перед тем как приступить к созданию проекта Шверинского дворца, много путешествовал по Англии и Франции в поисках наития. В середине 19-го столетия стиль электрика считался самым стильным направлением в европейских странах. Смешивание направлений и форм задало замку необычайно сказочного, чарующего вида. После масштабного пожара в 1913 году, треть главных ценностей была уничтожена. Реконструкция длилась долгих 20 лет, и возрожденный замок превратился в музей. Замок Бург-Эльц в Германии – шедевр средневекового зодчества Шверинский замок построен на искусственном озере, который расположен между двух озер. При строительстве использовали различные архитектурные направления. Главное строение имеет пять со шпилями различной величины. Замок сохраняет в себе элементы барокко, готики, ренессанса, классицизма и венецианского стиля. Каждое направление гармонично сочетается. На фасаде размещена конная статуя князя Никлота, родоначальника Мекленбург. Дрезден – самый посещаемый город Германии. Интерьер бесчисленных комнат поражает не меньше, чем архитектура самого дворца. Просторные комнаты украшены мебелью с резьбой, стены увешаны портретами правителей, потолки декорированы лепниной. Изюминка дворца – тронный зал с колоннами из мрамора. Все покои не похожи друг на друга, и имеют свой уникальный стиль. Сегодня для посетителей доступны больше 650 залов. Сказочный замок окутан множеством легенд. По одной из них по многочисленным комнатам бродит призрак околдованного принца, убив священнослужителя, он превратился в гнома. По другой легенде по замку ходит маленький человек, изображение которого выгравировано на деревянном шкафу 17-го столетия. Карлик был кузнецом, и из шахт попал во дворец сквозь грот у озера. С тех пор он живет в одной из комнат. Замок со всех сторон окружен шикарным парковым комплексом, который был создан в английском стиле. В саду много интересных скульптур, великолепных фонтанов, загадочных гротов и ярких цветников, все это великолепие создает таинственную атмосферу. Недалеко от Оранжереи находится причал, с которого можно отправиться в захватывающую прогулку на лодке. На территории дворца работает два ресторана, один из них размещен в самом дворце, второй в Оранжереи.